Сегодня мы с вами затронем тему стилистики красных вин, поговорим о том, какие они могут быть. Ну и также у нас будет небольшая дегустация. Будем пробовать вино холодного брожения из смеси сортов Кадар, Кари, Бомар, Селан и Винануар. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и виноделю. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарь и виноделка по призванию. С нами все это понятно и доступно. Итак, когда вы слышите словосочетание «красное вино», какие у вас представления? А вот они могут быть совершенно-совершенно разными. Для кого-то красное вино – это мощный, плотный, такой тяжелый напиток, который будет стягивать весь рот, который будет насыщенный по цвету, практически непрозрачный, такой чернильный. Для других это будет более легкий цвет, в принципе, сам напиток по себе более легкий, а вообще желательно сладенький, для третьих какой-то еще. Так вот, что красное, что белое вино, они могут быть очень-очень разными. Красное вино – это вообще вино, сброженное на мезге. Но мы можем сбраживать на мезге. День, два, три, пять, десять, двадцать, тридцать. И в зависимости от того, сколько мы будем сбраживать, у нас получится разный результат. И здесь нет правильной технологии, что только так и никак иначе. Часто начинающие виноделы, назовем их так, этим грешат, представляют, что есть некая одна правильная технология и некое одно правильное вино. Нет. Но на самом деле это не так. Вин может быть великое множество. Они могут быть плотные, насыщенные, легкие, кислотные, сладкие, крепленные, какие угодно. И технологии тоже будут разные. И правильная технология только та, при которой винодел получает результат, который он изначально задумал. А теперь демонстрирую вам то, что сейчас в бутылке мы нальем этот напиток в бокал. Какие сорта я вам уже сказала. Сейчас расскажу, почему именно такие сорта. И что у нас за напиток? Нет, тут, чтобы лучше было видно, небольшой кусочек белой бумажки. Смотрите, цвет очень слабый. И кто-то может сказать, что это уже плохое вино, оно потеряло свой цвет. Нет. Это не так. Это была изначально наша задумка. Это вино бродило при очень низких температурах. Меньше 10 градусов было в помещении, где происходило брожение. Сначала оно бродило на мезге. Дни 5. Потом сняли с мезги, и оно тоже дображивало в холоде. Это изначально было наше желание. Мы хотели получить легкое, тонкое, изящное вино, несмотря на то, что это красная сорта. Вот мы так хотели, да, и мы к этому пришли. И за счет того, что брожение происходило в холоде, мы имеем такой цвет. Фактически можно назвать это вино розовым. Да, оно сделано по красной технологии, но, в общем-то, оно, ну, можно считать его розовым. Вообще есть такое, ну, как бы отдельное даже название для группы вин. Клореты. Это легкие, слабоокрашенные вины. Наверное, вот это тоже можно причислить к клоретам. Повторю еще раз, что вот такая была наша задумка. Мы хотели максимально получить легкость, фруктовость, изящность этих вин. Поменьше получить тонинов, потому что я тонины не люблю. Ну, вот то, что в итоге вышло. И смотрите еще какой момент. Кроме того, что сама по себе вот эта технология холодного брожения, она предполагает слабый цвет у напитка. Как минимум два сорта из четырех, которые мы использовали, они тоже дают слабоокрашенные вины. Почему использовали именно вот эту смесь? Кусты молодые, урожая на них еще немного. Они в одно время созрели, мы в одно время их сняли и решили смешать. Так вот, кадарка и пинонуар дают слабоокрашенные вины. Соответственно, опять же, мы решили не идти против природы сортов, а наоборот, пойти по пути холодного брожения. Сейчас еще на минуточку остановлюсь на пинонуаре. Вот часто читаешь в описании, что пинонуары дают слабоокрашенные вины. Но несколько вин из пинонуаров мы пробовали разных производителей, разных регионов. Причем это вина не самая дешевая, да, не самая дорогая, ну, и не самая, там, за три копейки. И многие из них, наоборот, темно-темноокрашенные. И вот думаешь, зачем, если сорт сам по себе, вот он тонкий, изящный, элегантный, и он дает слабоокраску, так пусть он и дает ее. Ну, как бы, не совсем понятно, зачем идти против природы. Ну, вот некоторые именно дела считают так. Понятно, что есть рынок, есть какие-то маркетинговые влияния. Ну, и вот с пинонарами и магазинами мы пока не подружились. Ладно, переходим к нашим и пробуем. Я тут, конечно, уже сильно-сильно взболтала. Но, скажу так, что запах очень и очень сильный. Первый нос, вчера мы делали в том, что его переливали. Ну, как переливали, у нас стоял бутыль 4,5 литра, и мы ее уже разливали по более мелким емкостям, чтобы можно было что-то отложить на хранение, посмотреть динамику, как вино будет развиваться. Ну, а вторую часть попробовать. Так вот, уже во время переливки был очень сильный фруктовый запах. Вообще, самый-самый первый нос – это бунтит ириски, либо какие-то леденцы. И я точно знаю, что это дает пинонар. Почему? Вот темные пинонары, красные пинонары – нет, они более жесткие. А вот розовый пинонар, как-то мы пробовали немецкий, вот у него четко эти ириски. И вот эта вот мадам, которую мне посчастливилось попробовать, в игристом варианте розовый. Опять же, что в розовом используют пинонар, тоже там в носе, такие явные. Ну, для меня это ириски, возможно, для кого-то леденцы. То есть, очень такой фруктовый запах. Ну, поскольку я уже пробовала розовый пинонар тихий, вот такой, игристый, то этот запах, он очень четко улавливается в дальнейшем, несмотря на то, что это смесь. Следующий запах – это груша дюшес. Тоже очень яркая и очень выразительная. Опять же, рассказываю историю вчерашнего дня, когда мы все это переливали в бутылки от лимонада. Вот я сижу на стуле, переливаю грушу. Идет переливка, и я отчетливо слышу грушу. И думаю, ну, неужели я плохо бутылки помыла? Я их очень-очень хорошо отмывала содой, чтобы сода поглотила все запахи, чтобы ничего и ничего не осталось. Я нюхаю бутылку, я нюхаю пробку. Они ничем не пахнут. Я их отмыла идеально, я сижу, у меня прям вот запах такой груши. При том, что бутылки я мыла, не вот прям помыла и тут же разливать. Можно было предположить, что в том же помещении вот этот яркий запах. Нет, бутылки были вымыты днем, переливка была вечером. Запах идет вот отсюда. Очень яркий, очень выразительный. То, что ничем не испытываешь, даже если совсем не разбираешься, нет, вот этот запах, он прям очень сильно чувствуется. Ну, а теперь пробуем эту красоту на вкус. По составу сусла 20,5 брикс, сахар PH3,3. По вкусу вино очень интересное. Смотрите, технология предполагала вино легкое, совсем легкое. Но у него такая консистенция насыщенная и обволакивающая, маслянистая, если так сказать. Вот бочковые шарданы, они такие, они прям обволакивают рот и кажется, что вот вино плотное. И вот плотности ему, по сути, и неоткуда было набраться, потому что, во-первых, холодно, во-вторых, 5 дней всего лишь прошло. Из них вот на третий день поднялась шапка. И, грубо говоря, она на мизге побродила 3 дня и 2 дня, будем считать, это была холодная мацерация. Да, мы закваску запустили, но пока там дрожжи завелись при таком холоде, получилось, что вот забродила она только на третий день. И, несмотря на это, вот мы имеем такую обволакивающую структуру вина. Еще есть ощущение легкой сладости. Я знаю, что оно полностью выбродило, оно бродило долго. Мы его с холодного дома забирали сюда, в городскую квартиру, чтобы оно завершило все свои процессы. И опять же, если сопоставить вот эту плотность и эту сладость, то есть ощущение, что это все дает глицерин. Глицерин – это побочный продукт при брожении, он может в разных пропорциях выделяться. И вот есть такое ощущение, по ножкам сильно не видно, чтобы прямо оно так вот ярко стекало, но по ощущениям кажется, как будто здесь много глицерина за счет этого идет. И вот эта плотность, маслянистость и легкая сладость. Приятная нежная ягодная ароматика, клубничка, земляничка. Ну, такое что-то очень легкое, ненавязчивое. И при этом нет ощущения разбавленности, а как раз таки вот эта ароматика, вот эта плотность дает, ну, скажем так, такое единое целое. При этом чувствуется кислотность, но кислотность чувствуется, это надо пояснять для начинающих, потому что у начинающих виноделов слово кислота, кислотность – это прямо такая красная тряпка для быка, и все боятся, ай, только бы вино не было кислым. Кислое вино, кислотное вино – это разный вино. Есть кислота, которую мы ощущаем ртом, и она может быть неприятной. Есть кислота, которую, вот кислотность правильная, мы ощущаем как свежесть вине, как тонкость, и в ответ на глоток у нас выделяется слюна. И вот когда ее много выделяется, мы понимаем, что вино кислотное, оно такое вот, дает эту реакцию, но при этом оно по вкусу не кислое. Тут вот нет такого, что сделал глоток и кислот. Нет, вот этого нет. Но при этом я знаю, что оно кислотное, вот я сделала глоток, а слюна у меня выделяется, и выделяется ее достаточно много. Вообще очень рекомендую, пробуйте вина, идите в магазин, пробуйте вина, берите сухие вины, берите в том числе по описанию, кислотное вине, и пробуйте их, вот чтобы вы прочувствовали, какими они могут быть. Не приятно кислыми, а классными и вкусными. Ну, это отдельная тема, может быть, как-нибудь, если будет время, то мы подробно поговорим. Какие выводы здесь напрашиваются? Ну, холодное брожение имеет место быть. Мы получили тот результат, который мы хотели. Мы хотели легкое, тонкое, элегантное, ароматное, душистое вино, но получили легкое, тонкое, ароматное, душистое вино. Что удивило, это его плотность. То, о чем я говорила, что ощущение такой гладкости, ощущение бархатистости. по моим, опять же, ощущениям, предположениям, это глицерин. Но, насколько я помню, глицерина все-таки больше может выделяться, если брожение идет при высоких температурах, нежели при низких. Это сбраживалось в районе 8 градусов, а может быть, даже и ниже. Периодически стрелка термометра Павелу уже было достаточно холодно. Ну, вот такой результат порадовал. То есть, я думала, что оно будет более такое водянистое, а получилось, что кроме той ароматики, которую мы хотели, мы еще получили и структурное вино, тельное, если так можно сказать. В общем-то, очень интересно, и это такой был приятный сюрприз. Делать подробные выводы о роли каждого сорта в этой смеси, конечно, пока что невозможно, потому что первый год мы их собрали, первый год мы их так сделали, мы еще не знаем, как они являют себя в отдельности. Но точно я могу выделить Пинануар. Я уже рассказывала, почему я четко услышала его ароматику, то есть, он здесь сыграл большую роль. Но, конечно, даже если Пинануар у нас здесь первая скрипка, то у первой скрипки есть еще оркестр, который ее дополняет, и дополняют все остальные сорта. Конечно, в будущем мы будем смотреть, стараться их делать по возможности, чтобы понимать потенциал каждого, а уже на основании этого делать выводы, кого с чем мешать, и кому какую технологию применять. Пока хотели получить легкое, тонкое, элегантное, получили легкое, тонкое, элегантное. И в завершении хочу еще раз повторить и еще раз подчеркнуть. Не бывает правильных и неправильных винов. Неправильное вино это испорченное вино. Все остальное, любое вино будет правильным. Плотное, насыщенное, тонинное. Если винодел хотел такое получить, оно правильное. Легкое, тонкое, изящное, слабо окрашенное. Если винодел хотел такое получить, оно будет правильное. Плотное, фруктовое, кислотное, то же самое. Если винодел хотел такое получить, оно будет правильное. Если вино пьется легко, пьется вкусно, оно будет правильным. И правильное вино то, которое задумал изначально винодел и пришел к этому результату. Либо его результат оказался еще лучше, чем он ожидал. Напоминаю, что есть разные стили и разные технологии. Уже какую из них выбирать для себя, вы решаете сами. Исходя из ваших вкусов и ваших возможностей. Надеюсь, вам было интересно. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под роликом нажав кнопку еще ссылка на каталог наших сортов и награды. Наш контакт. И до новых встреч!